Продолжение следует... 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 Это для всех людей, которые мы получили для развития, есть российские категории. Мы получили новые и труды, и наши технологии são для развития. Мы получили новые и неудшения. Это для нашей работы помогает. Тебе хзмат – инсан кадр-хзамен, так как он работал в свою задачу, а именно от самого нашего учреждения, в сторону общественного учреждения, по отношению к этим существует, все эти техники неизменны, Нурсора Гайратова, Джасур Бойназаров, ОКМК Твучун Махсус. На основании постановления Президента Республики Узбекистан номер 283 от 16 июня 2022 года о совершенствовании системы оказания населению скорой медицинской помощи в целях дальнейшего приближения и улучшения оказания населению скорой и экстренной медицинской помощи, а также обеспечение исполнения задач, определенных в рамках проведенного 18 марта текущего года открытого диалога Президента Республики Узбекистан с представителями сферы здравоохранения на тему реформы в медицине во имя человеческого достоинства, В стране создается Республиканский центр скорой медицинской помощи и 14 его региональных филиалов на базе службы скорой медицинской помощи и медицинских автохозяйств и внедряется единая вертикальная система управления скорой медицинской помощи. Республиканский центр скорой медицинской помощи осуществляет координацию и контроль за деятельностью скорой медицинской помощи в Республике Карлапокстан, областях и городе Ташкенте. Согласно документу, работники службы скорой медицинской помощи, специальные автотранспортные средства, а также обеспечение лекарственными средствами, расходными материалами и медицинским оборудованием переданы региональным филиалам центра. Подобный центр на базе службы скорой помощи будет создан и в Алмалыке. Как рассказала руководитель службы скорой помощи нашего города Артыгой Саиднасырова, постановлением президента утверждена программа мер по повышению качества услуг скорой медицинской помощи и их приближению к населению. В рамках этой программы на основе опыта города Ташкента до 1 сентября 2023 года планируется внедрение в городах и районах страны, в том числе и в Алмалыке, электронной автоматизированной системы управления скорой медицинской помощи. При этом предусмотрено создание единого центра вызовов – колл-центры и принятие всех вызовов именно колл-центрами, которые будут распределять и направлять вызовы медицинским бригадам в зависимости от состояния больного вида и степени тяжести болезни. Для улучшения качества работы центров планируется на автотранспортное средство скорой медицинской помощи установить GPS-трекеры, средства радиосвязи, что позволит контролировать расход топлива, пробег и местонахождение каждой машины в режиме онлайн. Добавим, что согласно программе бригады скорой медицинской помощи будут обеспечены специальными планшетами. В стране ведется работа по созданию мобильного приложения, посредством которого у населения появится дополнительная возможность вызова помощи. И еще одно новшество. Посредством электронной информационной системы планируется введение онлайн-наблюдения за свободными койко-местами, имеющимися в больницах. Все эти меры позволят совершенствовать систему оказания скорой медицинской помощи населению Республики и нашего города в частности.